Девушки отдыхают Обзор матчей хоккейного клуба «Акбарс» и футбольного клуба «Рубин» в своих чемпионатах. Первые международные фиджитал-игры. Хоккей. Товарищеский матч сборной КФУ против хоккейного клуба «Гагарин». Суперкубок Казанского федерального университета. В новом сезоне не изменяем традиции и сперва смотрим обзор от Амира Сабирова, который всю прошедшую неделю наблюдал за казанским «Акбарсом» в континентальной хоккейной лиге и за тем, как казанский футбольный «Рубин» пытается вернуться в российскую премьер-лигу, играя в Национальной футбольной лиге. Смотрим. Всем привет! Неделя спорта вернулась, а это значит традиционный обзор матчей «Акбарса» и «Рубина» снова на ваших экранах. Ну а в студии я, Амир Сабиров. Начнем с хоккея. 21 сентября «Акбарс» на своем льду принимал бывшую команду своего главного тренера Олега Знарка «Московский Спартак». Во второй раз в сезоне казанский клуб не смог забить. Первый раз это было в игре с пасковским «Динамо». Тогда подопечные из Нарка пропустили две безответные шайбы, что в точности повторяет исход игры с красно-белыми. Молодой защитник Егор Савиков и капитан москвичей Александр Хохлачев дуплетом поразили ворота «Акбарса». На третьей минуте вот таким щелчком от синей линии забит первый. Тимур Белялов был закрыт соперниками и не видел полета шайбы. Чуть меньше минуты спустя ошибка Вячеслава Войнова в чужой зоне привела к быстрой контратате гостей. Она оказалась голевой. 0-2 за «Спартаком». После восьми туров «Акбарс» оставался единственным клубом в континентальной хоккейной лиге, который ни разу не забивал в большинстве. Естественно, это было поводом для критики казанского звездного состава. Но в воскресенье, 25 сентября, в гости приехал «Челябинский трактор». И что называется, прорвало. Целых две шайбы в неравных составах соорудили «Барсы». Но обо всем по порядку. Хозяева вышли вперед на третьей минуте. Кирилл Панюков попал точно в девятку мощным кистевым с пятака. 1-0. Второй период остался за гостями. На 13-й минуте Артем Блажеевский прямым броском с синей линией сравнял счет. А на 17-й опять от синей линии, но уже Сергей Телегин в большинстве вывел «Челябинцев» вперед. 1-2. Те самые долгожданные шайбы в формате 5 на 4 состоялись в последнем отрезке. Третья минута. Вячеслав Войнов с передачи Стаса Галиева и Кирилла Семенова. Шайба предательским образом просочилась между щитками Сергея Мыльникова. Ну и щелчок Войнова на высоте. Далее. Минута под номером 7. Андрей Стась удалился и Галиев наконец забил свой первый гол после возвращения в «Акбарс». Что называется в самый нужный момент. «Акбарс» свое проклятие снял. А вот то же самое о Рубине говорить пока рано. 11 туров позади. 5 побед, 4 ничьи и 2 поражения. Не такой старт в первой лиге ждали от команды ее болельщики. Четвертое место с 19 очками в копилке. Вроде бы звучит неплохо, но с командами, которых Рубин превосходит в классе, казанцы должны играть уверенней. Тому пример последний матч. В Ярославле в гостях у Шинника Рубиновы выглядели очень слабо. Самый явный и единственный шанс забить у Рубина был на 18-й минуте. Тогда Иванов попал в штангу. А вот на 56-й Егор Соколов из Шинника выложился в своем моменте на все 100% и осчастливил футбольную половину Ярославля. 1-0. Казанский клуб уезжает домой без набранных баллов. Вот такой была неделя у Акбарса и Рубина. А что будет дальше, увидите на следующей неделе. С вами был Амир Сабиров. До новых встреч. Пока-пока. Продолжаем нашу программу и теперь отправляемся в Казань-Экспо. Именно там с 21 по 23 сентября состоялись первые международные фиджитал-игры. Уникальное мероприятие, которое объединяет в себе классический спорт и элементы виртуального мира. Подробнее с места событий нам далее все расскажет Валерия Фридрих. С 21 по 23 сентября территория международного выставочного центра Казань-Экспо стала главной площадкой для проведения первых международных фиджитал-игр. Это новый спортивный продукт, который включает в себя состязания по гибридным дисциплинам, объединяющим классический спорт, киберспорт и AR и VR технологии. По правилам фиджитал-футбола и фиджитал-баскетбола спортсмены сначала выясняют, кто сильнейший в спортивном симуляторе FIFA или NBA, а затем выходят на реальную площадку, где играют в футзал или баскетбол 3х3. Очки, набранные в матчах, суммируются, поэтому участникам важно демонстрировать свое мастерство в обеих дисциплинах. В фиджитал-футболе приняли участие команды из Москвы, Екатеринбурга и Бразилии. По итогам четырех матчей денежные приз и статуэтку забрали Тама Джунта из Бразилии. На фиджитал-баскетбольном соревновании выступили команды из Санкт-Петербурга, Москвы и Белоруссии. Победителями стали игроки команды Take Shot, город Москва. В дисциплине Beat Saber все совсем по-другому. Здесь игрокам необходимо разбивать летящие на них фигуры с саблями соответствующих цветов. И все это в очках виртуальной реальности. По итогам состязаний лучший результат показал Роман Конев. Гонка дронов стала завершающей дисциплиной фиджитал-соревнований. Здесь команды состоят из двух человек. Один управляет дроном, а второй дежурит на пидстопе. Участникам необходимо преодолеть 100 кругов трассы. Если команда не может справиться с прохождением такого количества, в зачет идет столько кругов, сколько пилоты сумели преодолеть. В дронрейсинге участие принимали 8 команд. Лучшим стал дуэт Тим Реектор из Екатеринбурга. Фиджитал-игры стали тестовым мероприятием в преддверии игр будущего, которые пройдут в столице Татарстана в 2024 году. Валерия Фридрих, Диана Атаева, Неделя спорта. Переходим к событиям Казанского федерального университета. У юлбарсов полным ходом идет подготовка к сезону. Большинство сборных сейчас обновляют свои составы, ну а хоккейная дружина под руководством Алексея Ливанова успела уже провести свой товарищеский матч. Было это на Татнефть-арене, и в соперниках был хоккейный клуб «Гагарин». Первую шайбу в матче зрители ждали недолго. В дебюте встречи Семен Красин поразил ворота Артура Зинатулина точным выстрелом от синей линии. До первого перерыва «Гагарин» отличился еще три раза. Авторами шайб стали Азад Касимов, Азад Махмутов и Ранис Савиров. Кроме шайб в первом периоде зрители смогли также стать очевидцами серьезной потасовки между Робертом Генатулиным и Семеном Красином. Во втором периоде «Гагарин» продолжил доминировать, забросив еще четыре шайбы. Юлбарсы смогли ответить только единожды. Шайбу на свой счет записал Руслан Телевгулов. Третий период закончился для команд «Мирно» без заброшенных шайб. Итоговый счет 7-1 в пользу хоккейного клуба «Гагарин». В республиканских чемпионатах еще идет предсезонная подготовка, ну а в Казанском федеральном университете в прошлую пятницу открыли новый сезон. И по традиции открытием стал матч за суперкубок Казанского федерального университета. На паркете «Бустанов» встречались финалисты прошлогоднего розыгрыша Кубка университета, сборная Института управления экономикой и финансирования, и сборная Института международных отношений. Подробнее о матче с площадки вещает сейчас Адель Хайсаров. 23 сентября в СК «Бустан» состоялся суперкубок КФУ по мини-футболу, в котором победитель Кубка КФУ 2022 и УЭФ встречался с командой «Имо», которая тогда также играла в финале. В первом тайме было заметно, что оба коллектива только вкатываются в сезон. Большое количество ошибок и отсутствие ударов по воротам привели к тому, что первая 20-ти минутка закончилась со счетом 0-0. После перерыва игра оживилась, и эконом, благодаря сольному проходу Дениса Цыпки и завершению Умара Абакарова сумел открыть счет. Голодный до побед Имо прижал соперника к воротам, и в итоге сначала Адель Бадиков оказался первым на добивании, а дальше Хасаджон Латипов изящно пробил в ближний угол. ИУЭФ пошел вперед и нарвался на контратаку соперников, который отличился Игорь Добыров. В концовке эконом бросил все силы, чтобы отыграться, и пытался разыграть лишнего, однако за две минуты до конца получил четвертый гол уже в пустые ворота. Жирную точку в матче поставил Бабур Рахимов. 4.1. Институт международных отношений, обладатель Суперкубка КФУ 2022. Адель Хайсаров, Деля Спорта. Продолжаем тему Суперкубка, и сейчас в студии у нас появляется один из друзей нашей программы. Максим Геннадьевич Гаврилов. Максим, тебе привет. С началом нового сезона тебя. И тебя, и всех нас. Что ж, переходим к Суперкубку Казанского федерального университета. Это первое мероприятие, по традиции, которое открывает официальный сезон в КФУ. И МО, наконец-таки, чемпион хотя бы чего-то. 4.1. Смогли обыграть Институт управления экономики и финансов. Дай комментарий матчу. Всех еще раз поздравляю с началом нового спортивного сезона. Отметили Международный день студенческого спорта, провели классное мероприятие. Очень понравилось то, что были полные трибуны, тысячи зрителей. Дали драйв, эмоции. Мне кажется, если бы не эта зрительская поддержка, матч бы не получился столь ярким. Потому что, если смотреть глазами эксперта, и понимать мини-футбол, матч все-таки выдался достаточно сырым. Чувствовалось, что это начало сезона. Первый тайм вообще 0-0. Да, не хватало им взаимопонимания. Тот же эконом вообще очень сильно обновился. Емо все-таки были какие-то старые связи. Но чувство, что командам не хватало еще тренировок и именно игровой практики. Во втором тайме игра чуть подраскрылась. Я думаю, это все благодаря зрительской поддержке. И болельщики экономы, и болельщики эмо гнали своей команды вперед. Экономисты открыли счет, но дальше им не хватило. Ему побежали в атаку, отыграли первый гол, второй гол, если честно, не помню, как был забит. Но мне показалось, что можно было и выручить вратарю. Ну и третий гол, он, пожалуй, надломил эконом. Когда они бросили все силы в атаку, и контратака одна за одной, и одна из них увенчалась успехом. Если бы не вот эта контратака, мне кажется, экономисты могли бы сравнять счет, сделать 2-2, и, возможно, увидели бы и серию шестиметровых ударов. Ну а дальше четвертый гол, в принципе, экономисты правильно сделали то, что сняли вратаря, подключились в атаку. Но перехват паса, и со своей половиной поля, один из главных теперь ветеранов, ну помимо Никиты Лихачева, Бабур, Рахимов отправил мяч в пустые ворота, и ему можно, да, поздравить первый трофей, наконец, за долгие годы. Мы уже привыкли, то, что в последние, наверное, 4 года пятилетку ему одни из фаворитов. И вот, наконец-то, трофей у них в копилке. Ну, суперкубок, как обычно, за трофей-то особо и не считают. Вот в чем ирония. Тем не менее, суперкубок... Он есть, вот эту статуэточку нам дали. Игра забудется, кубок останется, поэтому диплом тоже есть. Смотри, несмотря на то, что у нас студенческие мероприятия, но трансферы у нас тоже есть. И один из них мы уже увидели в матче, это Хасанжон Латипов из эконома как раз-таки перешел в ИМО. Вот насколько сильно он им помог и насколько он разорил состав эконома. Я не думаю, что это трансфер. Просто так получилось. Не думаю, что он переходил в мини-футбольную команду. Денис Давыдов, дадим спойлер, он теперь будет играть у нас за институт психологии и образования. Денис Давыдов. что интересно, туда и поступают. И вот так у нас получается очень интересный трансфер на окно. Хасан, ну, я думаю, он, да, добавил. Все-таки у него достаточно высокий класс, большое мастерство. один из голов, то он и как раз и забил. По-моему, второй. То есть получается и вовсе победный гол. Не праздновал, кстати. То есть он все-таки уважает. помнит, помнит, да, свое прошлое, эконом. Безусловно, этот, скажем так, трансфер помог, результат-то на табло. Единственное, команда ему остается эмоциональной, где-то, возможно, в будущем это им помешает, а где-то нет. Ну, и к тому же этот трансфер слегка обескровил эконом, с учетом того, что у них не было Иши Муратова. Не смог он присутствовать на матче. Была молодежь, ну и вот по сути Хасан и Иши Муратов, если бы были в составе эконом, еще бы неизвестно, как бы матч сложился. Что ж, от Суперкубка переходим к твоему любимому мероприятию. Кубок университета, пятый по счету, юбилейный, в новом формате. Уже в эту среду пройдет жеребьевка. Давай, немножечко такой анонс, что нас ждет в этом сезоне? Надо подготовиться, да. Да, собственно, все те же 17 команд институт дизайна вновь созданы, вернее, созданы совсем недавно, пока все-таки не готов участвовать в столь высоком мероприятии. Там все-таки большинство девочек, я думаю, в женском турнире они будут, но в мужском турнире пока не готовы. Поэтому все те же 17 команд, это кубок, поэтому здесь нет сеяных-не сеяных. Потом немногие игроки и победители, такие, можно сразу в одну восьмую, в одну четвертую. Нет уж, кубок играем. Первый матч 1-16. В среду у нас жеребьевка, сам кубок игры будут проходить с 12 октября, финал запланирован на 14 декабря. Как всегда, прямые трансляции, игры в Униксе, в Униксе обновили трибу, их теперь стало сидячих мест поменьше, но стало вроде как удобнее, хотя не знаю, как будет напротив судейского столика, как будет судим, но разберемся. Надеюсь, команды покажут все красивый футбол, покажут свои умения. Главное, надеюсь, что они будут в одной форме и все с щитками. Я на это очень надеюсь. Это боль. Уходят, скажем так, старшекурсники, приходят первокурсники, все приходится объяснять сначала. Это, конечно, специфика нашего студенческого спорта. Я надеюсь, что будет и много зрителей на трибуне, будет много телезрителей, а также команды покажут яркий, захватывающий футбол, чтобы все порадовались забитым голом, но при этом не забывали об обороне и показали не только свои умения, именно спортивные яркие индивидуальные, но все-таки хочется видеть и какие-то тактические новинки. Наверное, уже прошло то время, когда я наблюдал за футбол просто ради голов. Сейчас уже все-таки смотришь немножко другими глазами. Да, попробуем назвать фаворитов нового розыгрыша Кубка. Это, как обычно, эконом, потому что в этом году именно ему защищать. Трофей это ему обладатель Суперкубка. Кого мы можем еще сюда добавить? Ну, надо... Стоит ли добавлять, например, ту же самую сборную СФН, которая с каждым годом, к сожалению, все ниже и ниже? Не знаю, но... Прошу прощения, на это надо смотреть все-таки, какие пришли первокурсники, какие старшекурсники ушли, кто-то, возможно, как тот же Хасан или Денис Давыдов перешли в другие институты, аспирантура, магистратура. Пока, честно, заявки еще даже не собирал, не смотрел. Ну, если так смотреть по именам, скажем так, по слухам, кто куда поступил, интересным будет посмотреть на институт психологии и образования, там вроде как футболисты собираются, возможно, им надо решить фротарскую проблему, а возможно, она решена, и мы чего-то не знаем. Ну, эконом и мод и назвал, интересно посмотреть на юристов, а также главный вопрос в составе фака, будет ли играть Алмаз из Басаров, он вроде как восстановился от травмы, но готов ли он играть, пока не знаю. Честно, могу пожелать ему в первую очередь восстановиться. Алмаз уже как-то уходил из банды? Аспирант он, и он уходил из-за травмы. Так он в аспирантуре юрфака, так что он вполне может попасть. А, возобновляет карьеру, да? Не знаю, не знаю, попадет он вообще в заявку, говорю здесь, вот это мне самому интересно. Посмотрим, кто у нас станет фаворитом. С 12 октября у нас начинается кубок, 14 декабря он у нас завершается, ну а жеребьевка кубка университета уже в эту среду в 13.00 в прямом эфире нашей группы ВКонтакте. Взятно подписывайтесь и смотрите. Максим Геннадьевич Гаврилов был у нас сегодня в студии. Максим Геннадьевич, большое спасибо. Вам спасибо, до новых встреч и всем успехов и побед. Ну и на этом все, вот такая у нас выдалась неделя спорта, а что будет дальше, посмотрим. Поздравляю вас с началом нового сезона 2022-2023. В студии был Роман Плинсков, увидимся, пока. Редактор субтитров А.Семкин